Мы гуляем сегодня в парке и первого, кого мы увидели, это павлин. Посмотрите, какой он большой и красивый. Но вот фу, немножко у него, конечно, выгез, наверное. Нарастают новые перья. Но все равно, какой он красивый и величественный ходит. О, а это что за чудо природы? Посмотрите, какие они маленькие, какие они черненькие. Но интересно, что это за свинки такие. Тоже какая-то порода. Вон сколько булочек им накидали. А здесь живут еноты. И вот они все залезли на дерево. Ну, как интересно. Мы-то их внизу смотрели. Они на дереве сидят. А вот стадо целое, стадо целое поле, целое стадо для косуль. И каких только здесь их нет. Разные расцветки. Есть пятнистые, есть какие-то полосатые, красные. И, конечно же, все их охотно кормят. Они любят покушать. Видите, хотя трава очень зеленая. Вот такие здесь камушки. То есть сюда можно насыпать. И, видите, они сюда подходят и кушают. Здесь очень даже удобно, что они рассыпаются. Здесь корм. Корм мы купили. Такой небольшой пакетик стоит 50 центов. А вот тоже интересный такой стенд. И тут людей как бы обозначили, кто участвует в жизни животных. То есть они взяли на поруке, например, кому-то понравилась козочка, кому-то енот. Каждый, конечно, стоит под именем. И они этому животному перечисляют деньги. То есть помогают животному содержать. Можно, конечно, разовая какая-то, какую-то помощь оказать. А можно круглогодичная. Тоже интересно. Дерево упало, да. И посмотрите, как они придумали, поставили его как бы как крокодил. Тоже так классно, оригинально. Правда же? А вот посмотрите, какой шикарный олень. Подставляйте сюда свое лицо, вот в эту дырочку, да. И будете вы олень вот с такими огромными красивыми рогами. А мы идем дальше. То есть вот идем вот по такой олее. Здесь смешанный лес. Кругом вот такая вот сетка. Животные как бы защищены от людей. А мы от них. А здесь лесная свинья. Пока ее не видно. Я просто вот немножко сняла ее жилье. Ее жилище, или как сказать. И сейчас мы пойдем дальше. И там я ее все-таки запечатаю. Покажу, пока она большая. Да, а это, это горные козлы. Тоже семейка. Дочь их кормит. Корма мы набрали предостаточно. Просто даже интересно, так знаете, их покормить. Они вот сразу к этой кормушке вот и идут. Им, пожалуйста, все туда насыпают. Они и кушают. Вот он, этот корм. Вот такой вот маленький пакетик. Это примерно здесь, наверное, один стакан. Вот смешанная пшеница, там зерно. Я не знаю, пшеница, зерно, овеса, комбикорм. Но животное кушает с удовольствием. Ну, они тут все такие сытые ходят. И, в принципе, некоторые даже не подходят к кормушке. Уже похоже на елися. Их тут все охотно-охотно кормят. Ну, вот такая вот свинья. Как и железо вырезанное. А вот эта свинья-то лесная. Чудища. Посмотрите, какая она интересная. Вот она такая упитанная. Да, и вот она сама по себе. Ходит такая. Ни на кого внимания не обращает. Ее никто и не кормит. У нее такой нос огромный. Ну, вся сила, наверное, в носу. Все-таки кинули ей кусочек хлеба. Я взяла, кстати, одну булочку темных сортов. Но немножко начала, когда дочь сказала, что нет, мама, нельзя. Зачем здесь хлеб нельзя животным давать? И все. Я не стала, конечно, давать. Мы давали только с фоколом. Вот они, посмотрите, какой он красавец. Какие у него рога. Рога у него, кстати, подпиленные. А здесь уже написано, что красные косули. Все взять уже будет сейчас кормить сурки. Ну, все они. Некоторые, конечно, видят, что их люди, ну, что-то там шелестят. Или они бегут на звуки, хотят все-таки кушать. А, вот здесь еще буйволы есть. А это, посмотрите, какой олень рогатый, такой рогастый. Да, и он лежит, он даже не шелохнулся. Игланы маленькие возле него. Лежат обои, наверное, сытые. Кушать не хотят. Ни на кого не реагируют. А вот там, вдалеке, буйволы. Вот, опять, они большие, огромные, их обходят. А здесь опять косули. Их здесь очень много разного вида, разной окраски, расцветки. Ну, тут посмотрите, вот какой альбинос. Беренький бежит. Да он такой смелый. Или она это? Точно альбинос. Сейчас вот она сама поест и других отгонит. Вот так вот, ну, а так бабушка. Белый смелый. Вот. Конечно, здесь очень красиво. Вы знаете, еще погода такая хорошая. Видите, вот такая погода замечательная. Солнечная. Сегодня у нас какое? Сегодня начало октября. Тут место для сутры. Солнце светит плюс до 22 градусов. Стою на мосту. А здесь живет бытро. Я, по крайней мере, ничего еще не вижу. Тело ее, конечно, тоже заснять. Пока не вижу. Но нет, она тут появилась. Посмотрите, как она плавает вокруг этого столбика. И она здесь, кстати, живет не одна. Вот, посмотрите, еще и все для этих выдр как бы все сделано. Чтобы им здесь жилось комфортно. Вот она сидит на берегу. Сейчас она отрыгнет воду. И вот они уже тут вдвоем будут кружиться. Вот здесь, посмотрите, тоже дерево лежит. И оно служит как лавочка. А тут лесные козлы. Козлы. Ну, все, мы прошли. Идем теперь дальше, домой. То есть, к машине. И сейчас мы будем идти как бы по верху. Вид сверху очень-очень красивый. Посмотрите, какие деревья. Такие оригинальные. И вот немножко, еще только немножко, видите, появляются желтые листочки. Мы сейчас идем по дороге. И здесь ходят свободно косули. Это такое небольшое пространство. Там мы зашли через калитку. Опять, когда будем выходить, калитку закроем. И вот косули можно здесь погладить, покормить. И они смогут, они даже не боятся никого. Купить можно в форме в этом автомате. Но мы купили, когда заходили. Вход стоит 5 рублей. Мы купили сразу несколько мешочков, пачечек. Корма для животных. Они ждут. Они вот проходишь, но они на тебя так смотрят, как будто они тебя ждут. Что, чтобы ты им что-то дала. Ну, покормила. Но было написано, что хлебом, конечно, кормить нельзя. Вот так тоже посмотрите, какой огромный олень стоит. И он потом будет такие звуки издавать. Мне только темно, пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, что, красавица, стоишь и ждёшь, пока тебя угостят? Субтитры создавал DimaTorzok Ну, сейчас, сейчас. Сейчас мы тебя угостим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Боже мой, как это страшно! Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не моргнул ничего Как-будто без культуры Вот так вот для них барьерчик построили а это уже беленькая вот, смотрите, какая она красивая Она, главное, сидит такая, только успевает , немножко головой укрутить Голова у неё, кажется, крутится вдруг вокруг туловища Интересно так, за ним наблюдать А это, посмотрите, сова какая-то серая. У меня прям выраженные такие уши, она очень хорошо слышит. Тоже сидит, притихо, как множество. А это чистит перышки свои, чистюля. Сейчас она почистит, почистит, посидит и побежит. Вот она побежала, побежала, побежала. Она какая-то такая неукружая, смешная. Самое интересное, вот они сядут и как будто замутят и сидят. А тут, дорогие друзья, тоже очень-очень интересно. Это такое вот небольшое озеро. На берегу сидят гуси. А в воде вот там столько рыбы. Это вообще, я, конечно, была на немецкой рыбалке. Но только рыбы, как здесь, я не видела. Они, вот посмотрите, они прям плавают. Вот они все наверху. Я не знаю, если вам видно. Вот их тут целая стая рыб. Посмотрите, как они тут носятся, как вертолеты на перегонки. Ну да, жизнь удалась. Их тут хорошо кормят. Здесь неподалеку прям есть автомат, где можно купить, также стоит это 50 центов, купить корм для рыбок. Конечно, их очень все любят и кормят. Особенно дети. Дети вообще в восторге. Ну и, конечно же, они кушают с удовольствием. И вот так вот нам, нас благодарят. Все, дорогие друзья, мы уже почти на выходе. И вот здесь вот такие ходят замечательные, красивые козочки. Но расцветки всяко разные. Вот это здесь вообще, посмотрите, козочка как. Собачка подпрыгивает. Здесь вот коза с маленькими козлятками. Посмотрите, какая красивая коза. Какая у нее краска. Черная и белая. Вот она, красотка, ходит туда-сюда. И так, дорогие друзья, я желаю вам всем-всем хорошего дня. Спасибо, что вы заглянули ко мне. Я вам всегда рада и благодарна. Желаю вам всего-всего хорошего. До скорых встречи. До скорых встречи. Субтитры сделал DimaTorzok